Гражданская активность, качественное образование, трудоустройство, доступное жилье для молодых семей, досуг. Это пять основных направлений программы Жастару Танга. О ней кандидаты в областной маслихад от партии Нуратан говорили на встрече с Петропавловской молодежью. По первому направлению гражданская активность молодежи, вы все знаете, что в связи с пандемией увеличилось число наших волонтеров по всему Казахстану. Работали более трех тысяч волонтеров именно по линии Жастару Тана по акции Безбергемс. И мы хотим эту волонтерскую деятельность далее развивать. Решат и вопросы с жильем для студентов. В северном Казахстане построят пять общежитий. Благодаря этому появится 1900 новых мест, а значит студентам не придется тратить деньги на съем квартиры. Ежегодно устроено будет порядка не менее 4600 молодых людей. Будет увеличена квота по программе Жастару Ель. Я думаю, что вы не слышали знать, что это программа, как она эффективно работает в нашем регионе в том числе. Что с каждым годом увеличатся квоты. Увеличат и количество грантов для открытия своего дела. А для тех, кто не может найти работу из-за отсутствия опыта, действует молодежная практика. Плюс к имеющимся программам в следующем году заработает еще одна, которая поможет молодежи трудоустроиться. У нас в молодежном крыле, у молодежного коллажа «Сутан» была программа «Сат-Кадам». Представители молодежного коллажа «Сутан» трудоустраивали, брали их за руку, вводили в курс дела данной программы и так далее. Они проходили, получается, практику в данной или иной работе и далее оставались там же трудоустроены и продолжали свою работу. «Сат-Кадам» программа в 2021 году будет возобновляться. За пять лет существования этого проекта в Северном Казахстане трудоустроили более пяти тысяч молодых людей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова